Алексей Николаевич, добрый день. Мы с вами сегодня в студии, я так думаю, авторская программа Владимир Микова искусство управления и сегодня наш диалог пойдет вообще о маркетинге, о современных тенденциях и трендах. Я представлю сразу же зрителям Алексея Иванов, генеральный директор компании IC-маркетинг, достаточно уважаемый, выступающий публично и являющийся экспертом. Представьтесь как-то вкратце о себе. Наверное, главное, что можно сказать, что у нас агентству уже 18 лет. Сейчас по дороге сюда обсуждал с коллегами наших корпоратив грядущих и для агентства, которые занимаются привлечением клиентов через интернет. 18 лет достаточно большой срок, но при этом, что приятно, когда начинали, эта идея бизнеса моему брату принадлежит. Большую часть он времени руководил этим бизнесом. Исходно решили, что будем заниматься привлечением клиентов через интернет для малого и среднего бизнеса. Вообще, когда интернет в России ты появился? Не 18 лет назад? Первый день вы включились в работу? 25, по-моему, уже. То есть он был совсем, конечно, понятно, что договор был совсем маленький. Скорее было хобби, денег в нем было мало. Но интернет сам менялся, инструменты менялись, а сам подход, суть бизнеса, она сохранилась за эти годы. В чем суть, в чем соль этого бизнеса? Именно в том, что есть бизнесы, которым нужны клиенты. И мы через интернет используем инструменты, имеющиеся в интернете, привлекаем клиентов в этот бизнес. Если наша аудитория спросить, кому нужен клиент, наверное, руки поднимут все, включая даже ноги. Сейчас с клиентом за него действительно идет борьба. Я думаю, все, что вы сегодня нам поведаете, это будет из первых рук горячие вкусные пирожки. Вкусные, азартные, захочется применить. Давайте с вами на землю бренную. Есть сейчас проблемы. Что греха таить? Многим не хватает клиентов. Они пытаются вкладывать достаточно большие бюджеты. Некоторые спикеры урожаются. Иногда крупные компании берут чемодан денег, забрасывают в интернет и смотрят, через полгода каков результат. Это могут только такие действительно серьезные глобальные компании себе позволить. И суммы такие приличные. А что делать среднему бизнесу, малому? На самом деле, здесь вопрос масштаба чемодана. Все равно вкладывают какую-то сумму, которой не боятся рискнуть и попробовать. У кого-то это маленький чемоданчик с одной купюрой, у кого-то это большой чемодан. И здесь вопрос в том, что пробуют, вкладывают деньги, но часто не понимают во что. И у многих такое ощущение, часто я об этом слышу. Да, мы пробовали, там на самом деле все плохо и все сложно. Здесь с одной стороны, с точки зрения бизнеса не очень понятно, а что с этим интернетом делать. Специалистов хороших, так как это достаточно новой технологии, нигде практически всерьез не учат. Сейчас постепенно развивается. Я сам преподаю иногда по возможности. Где? В бизнес-школе RMA. И здесь понятно, что это там масштабов страны, то количество людей, которые в бизнес-школе учатся, это все равно мало. Поэтому получается, что доверяют людям, которые пришли, сказали много умных, непонятных слов. И на встречах мне говорят, да-да-да, у нас есть специалист, он такой айтишник, там ничего не понятно, но зато молодец. И даже до сих пор это звучит, сегодня я на встрече был с клиентом, всем называют тех, кто занимается рекламой в интернете айтишниками, хотя это совершенно к айти там имеет небольшое, там много тех, кто не айтишник совсем. В любой сфере есть айтишники, но там много всего другого нужно. И здесь нужны как раз маркетологи, специалисты, разбирающие в рекламе, психологии пользователей, понимающие бизнес, а не люди, которые умеют кнопочки какие-то нажать правильные. То есть у интернет-маркетолога, его умение, так сказать, ну вообще знание в области IT, наверное, так же, как у, знаю, повара с учетом, его умение работать с ножом, который может сравнивать с хирургом, допустим, да, то есть, наверное, совсем малая толика. Ну, там разное вводение ножом, здесь сложно по этой профессии говорить, но здесь получается, что и постановка задачи сама, и технологии быстро очень развиваются, не всегда есть понимание, а что вообще сейчас можно. А если человек не понимает, он меньше доверяет. Вот вы вопрос доверия подняли, есть такая проблема, действительно, кому довериться, какому маркетинговому агентству, как оценить, например, эффективность собственной рекламной компании в сетях, если есть свой департамент или отдел, например, да, такой рекламный. То есть, что с этим делать, как это мерить, как понимать ROI, то есть, ну, возвратные инвестиции, какой, так сказать, да, как их считать, вот, может быть, вы поведаете, так сказать, некоторые секреты, как это делать просто. Ну, во-первых, надо считать, потому что здесь можно, да, тут, какие-то термины не использовать, ну, очень много компаний, особенно, то есть, малый, средний бизнес, брать тех, кто точно не знает, какой клиент, какой звонок, сколько денег потом в итоге принес. Когда нас спрашивают, а мы хотим разобраться в рекламе, сколько реклама в Яндекс.Директе принесла нам клиентов и денег принесла. Но ведь сейчас это просто достаточно. Это, с одной стороны, просто, с другой стороны, и технологии есть. Вопрос готовности бизнеса и стандартной ситуации, когда мы говорим, да, конечно, давайте мы сейчас отследим, какие звонки пришли с этой рекламы, а вы дальше в своей CRM подгрузите данные о том, вот, по вот этим номерам телефона, кто сколько денег вам принес в итоге. И выясняют, что, а, ну, у нас CRM, там, это не CRM, это вообще у нас там как-то... Она не может учитывать. На коленке сделано в Excel, и там у нас не хранятся эти данные, поэтому мы не очень можем что-то обратное, мы вообще не очень понимаем, кто из них сколько принес. В целом, вроде, все нормально. И вторая проблема, что времени нет. А то сейчас-то хочет директор, да-да, мы внедрим, времени нету, сотрудникам зачем что-то внедрять. То есть, ну, вот, и вот эти проблемы, они, к сожалению, влияют на то, что те возможности по аналитике тоже, которые существуют, не всегда можно применить. Это в большинстве случаев возможностей намного больше, чем то, что можно успеть в рамках конкретного проекта реализовать. Это, конечно, тоже мешает. Кстати, о CRM вы сказали, да, то есть программа, которая позволяет учитывать отношения с клиентами, ничего не забыть, вовремя отследить, посмотреть динамику, статистику. Это, конечно, хорошо, когда установлена современная достаточно программа, она, ну, скажем, вжилась в компанию, ее приняли. Но часто ведь бывает такая вещь, вроде бы, ну, как, сказать, на одной ноге мы крепко стоим, да, CRM есть, а вот то, как принимают, например, входящие звонки, с этим беда. То есть очень много в интернете бродит записей, есть компании, которые делают исследования, они прям показывают, что компания вложилась в интернет-рекламу, она покупает лиды, как говорится, да, и а на входе 80% клиентов просто теряются, потому что, ну, ужасающие вещи, вот касательно клиента-ориентированности, вообще умения, так сказать, что-то продать, то есть поднимают представители компании трубку телефонную, и могут сказать такие банальные, как бы, ужасные вещи, а перезвоните попозже, да, то есть вот, вот, вот все усилия и все вложения в CRM, в рекламу, они, как бы, спущены, просто, так сказать, по известному направлению. На самом деле, такой более глобальный вопрос, чем реклама в интернете, но вообще я считаю, что вот в этой работе надо всю цепочку выстраивать. Этим вы занимаетесь, в том числе, да, всей цепочкой? Обсуждение с клиентом, а кто, ну, с рекламоданием обсуждение, кто его клиент, а почему он может обратиться, вот, и вот, многие начинают сразу с середины, что, давайте привлечем трафик на сайт. Что-то сделали, вот этот чемодан или не чемодан, или там барсетку с деньгами забросили, или кошелек, но потом сделали какой-то кусочек, привлекли людей на сайт. Во-первых, что до этого было, а кого нужно привлечь, а что им нужно сказать до сайта, что им нужно сказать на сайте, как с ними дальше взаимодействовать, как отслеживать, потому что технологии позволяют сейчас очень много всего сделать. Вот вчера была большая конференция Яндекса, где-то, наверное, конференция, и там обсуждали про отслеживание того, что делают в офлайне, в обычном магазине, в ресторане, в офисе, те, кто пришел через интернет. Сейчас технологии позволяют увидеть из тех людей, которые были на сайте, везде говорят даже не только про людей, а столько пользователей интернета. То есть мы с вами интернетом пользуемся, почти каждый из нескольких устройств. Есть телефон, рабочий компьютер, домашний компьютер, планшет, на котором есть человек пользуется. И вот Яндекс за прошедший год большую работу провел, что, во-первых, помимо отдельных устройств, про которые раньше говорили, что, да, вот, зашел с компьютера, узнают, что я с этого компьютера что-то искал, чтобы склеить и понять, что я, как пользователь, захожу с таких-то устройств. Потому что я много информации себе в интернете вставляю. Где-то я свой телефон ввел, когда я отрегистрировался, где-то я залогинился куда-то еще. То есть за нами следит большой брак. Вот, ну, здесь они не конкретно, например, как человек. Они говорят, вот эти вот четыре устройства, им пользуется один и тот же человек. Поэтому, если я куда-то пришел, я к вам сегодня пришел, у вас, там, ваша Wi-Fi точка может увидеть, что я здесь. Ну, да. Потому что вот этот телефон здесь был. Дальше сказать Яндексу, что, а покажи нашу рекламу тем людям, которые у нас здесь в здании были. Яндекс говорит, а, вот эти вот, у вас были вот эти пользователи телефонов, они еще заходят с таких-то компьютеров, и мы сейчас им всем их догоним рекламой. То есть навели геолокацию, и, соответственно, по тем, кто там зафиксировался какой-то час, так сказать, в каком-то здании. Ну, такой из оффлайн в онлайн. И наоборот, если мы зашли по рекламе на сайт какой-то компании, посмотрели, в какой-то магазин, не знаю, обои выбирали, посмотрел магазин, да, тут выбор хороший, но через корзину не хочется покупать, хочется поехать в офис, в сам магазин. Я посмотрел сайт, приехал в магазин, по той же самой технологии можно увидеть, что вот я пришел по рекламе, посмотревший сайт, я потом приехал в магазин. И вообще сейчас вот этой грани интернет, раньше, по-моему, был термином «выйти в интернет», включил модем, включился к интернету, а сейчас мы не выходим в интернет, а интернет, собственно, мы все время в нем находимся, потому что многие люди, утром проснувшись, сразу где-то в мессенджере читают сообщения. Даже те, кто говорят, что мобильным интернетом не пользуются, выясняется, что они на телефоне смотрят карты, в соцсети заходят, почту проверяют, а интернетом мобильным не пользуются. То есть тут у людей даже не происходит понимание, в какой момент они в интернете, в какой момент нет. То есть у нас, мы в нем живем, и людей, которые вообще интернетом не пользуются, они часто заблуждаются и не понимают, на самом деле, как много всего, у них тоже в интернете информация есть. Да, сейчас многие боятся потерять свой айфон, это самое страшное, дома забыл, просто телефон свой. Я думаю, что, кстати, была такая шутка, некоторые стесняются передавать телефон, чтобы посмотреть карты кому-либо, потому что потом в час ночи у тебя начинает орать будильник, с тобой подшутили, пока смотрели что-то, установили тебе еще это. Здесь, с точки зрения использования, кстати, сейчас я про это слушаю, вспомнил, вчера тоже звучало это на конференции, бывает же, что одним устройством пользуются несколько человек дома, допустим, домашний компьютер, жена, муж. Специалисты Яндекса говорят, что в течение нескольких минут они понимают, что за компьютер сел другой человек, потому что человек по-другому себя ведет, нам кажется, что мы нажимаем кнопки и вводим мышкой, но по поведению видно, что человек другой сел за компьютер, и они понимают, что да, здесь два профиля, два пользователя, и один интересуется этим, другой этим, да, то есть тоже тут, и это не конкретно, там паспортные данные они не знают этого человека, но понимают его интересы, какую рекламу показывать, если мы говорим про бизнес, да, то есть тут возможностей много, инструментарий очень большой, и как раз важно вот эту связку, вот понимание специфики бизнеса, что людей волнует, что их может заинтересовать, чем этот бизнес, это самый главный вопрос, когда меня мучают всех, пришедших нам клиентов, мои сотрудники мучают, а в чем ценность вашего бизнеса для клиентов, почему, вот это, я много выступаю в разных городах, в стране, я общаюсь с представителями бизнеса, тоже часто этот вопрос ставят в тупик, потому что на него обычно что отвечают, у нас большой ассортимент, у нас цены низкие, и индивидуальный подход к каждому клиенту. И мы хотим рассказать нашей аудитории, да, о предложении. А это на самом деле ни о чем, потому что низкие цены всегда найдутся, цены ниже почти, ну, это демпинг, да, это демпинг, и как бы здесь, это не аргумент, низкая цена, да, все говорят, что у них низкая цена, и тут вот такое очень странное преимущество. Про ассортимент, тут тоже часто говорят, что у конкурентов примерно все то же самое, они с ними же поставщиками работают, вот, а индивидуальный подход, он на людей пугает, то, что в малом бизнесе индивидуальный подход, это значит, как-нибудь попробуем ваш заказ отработать, потому что надо так хочется, чтобы был хоть стандарт качества в компании, поэтому здесь вот нужна какая-то другая ценность, должна быть, она действительно ценный для покупателей, я не знаю, там, единственный магазин электроники в городе, в котором можно ночью забрать заказ, да, вот, я знаю компанию, которая в Ростове-на-Дону вот стала, сделал ночной самовывоз, интерн-магазин, и у них треть заказа стали забирать с 10 вечера до 7 утра. Это как в аптеке в окошко передают. Оказалось, что людям удобно, заказал днем, а вечером заехал быстро, без пробок, ночью быстро заехал, забрал, чем днем по пробкам ездить куда-то там с работы отпрашивать. Или ты едешь, например, на юг в машине, да, и знаешь, что там, Ростов будешь проезжать ночью. Ну, это все, нет, это именно, который в городе живет, да, именно, вот, но здесь вот понимание, да, и они выделяются, они единственные, вот, если про бизнес можно сказать, что, там, друг, скажет, а, тебе там что-то нужно, вот, есть такая компания, стоит обратиться, потому что, и вот, вот, что-то вот есть сформулировать, тогда можно это в рекламе транслировать, дальше на сайте, для людей это доносить, их этим цеплять. А не просто вот технически, давайте мы сейчас рекламное объявление составим, нагоним людей на сайт, скажем, что у нас дешево, и они все купят. Ну, хорошо, да, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но надо ли это клиенту? Вот как все-таки понять, кто твоя целевая аудитория, и что им очень-очень нужно, за что они готовы платить много денег, скажем, да, и постоянно? Как это сделать? По моему опыту, обычно, директора компании, владельцы бизнеса достаточно хорошо понимают, кто их клиент, если этот бизнес уже существующий, но эту информацию сложно получить, такая работа психолога у нас, первая работа, мы говорим, вам нужны клиенты, давайте мы поговорим об этом, что вы делаете, кто ваш клиент, а почему вам? А вот вы говорите, вот у вас преимущество такое, а у конкурентов какая ситуация? А, нет, это не преимущество. Есть еще такой способ спросить у лояльных клиентов компании, а что вы цените в работе с нами? Вот, и получается, что они иногда отвечают на вопрос, что они на самом деле ценят. Директор, может быть, считает, что вот у нас самая надежная компания, а клиенты все ценят, потому что вы единственные в этом районе города. Ну, значит, надо и в рекламе говорить, что мы единственная пиццерия в этом районе города, поэтому мы быстрее всех доставим вам. И говорить то, что действительно людям ценно, что, о, вы быстро привезете. То, что является правдой. Ну, да, и правдой, и действительно ценной. Да, там, сколько у нас городов, в которых город разделен на две части, и один-два моста, и с другой стороны города пиццу будут везти на два часа дольше. Да, поэтому если выйти, что мы в этом районе прямо здесь находимся, вот это преимущество, четко понятно. Алексей, а нужна ли правда потребителю, вот скажем, какой-то продукт несовершенен. У человека хватает денег на этот, ну, несовершенный продукт. И он готов его купить, показать коллегам, ну, немножко подняться в статусе. Но если об этом продукте, о всех его несовершенствах будет известно массе людей, то ценность, она как бы падает резко, да. То есть, вот насколько нужна правда, и насколько вы, как маркетолог, рекомендуете, сказать, компании открываться, пускать там на свое производство, беседовать от лица, например, руководства компании с потенциальным покупателем напрямую, да. Вот где грань? Опять же, мы уходим уже далеко, на самом деле, от вопросов интернета. Это такой глобальный вопрос бизнеса. Но не надо, наверное, говорить о своих недостатках, но в каких-то случаях, во-первых, недостаток можно повернуть как преимущество. Кстати, людей любят за недостатки, как говорят. Мой любимый над этим пример — это IKEA. Компания, которая все свои главные недостатки везде выпрячивает как главное преимущество. Что у нас толком нет консультантов, вы сами ходите, все выбираете. Вы сами идете на складе и корячитесь эти коробки, тяжеленные, тащите в машину. Они говорят, вам удобно, вы можете сразу забрать на складе. Потом, что у нас такие удобные коробки, их удобно в машине везти. Ну, собственно, да, сам себе в машину все это забрал. Вроде кажется, ну, удобно бы заказал, привезли, собрали. Вот они за счет этого у них дешевле получается, они на этом экономят. Но они специально подчеркивают, что как удобно забирать у нас на складе. Или, например, такой посыл. Ты соскучился по конструкторам с детства, да? Купи в IKEA и собери сам. Ну, да, это такое уже лего для взрослых. Но, на самом деле, иногда, во-первых, можно не стесняться и говорить что-то. И всегда можно найти в любом... То есть, если бизнес действительно кому-то ценен, всегда можно понять, а что же люди ценят. Да, вот оказывается, вот такое преимущество есть. Что, кстати, ценят люди? Я немножко сфокусируюсь, наверное, на вашей команде. Я думаю, вы достаточно крепкая команда уже столько лет на рынке. Какие ценности есть в вашей компании, в вашей команде? Вот эта тема сейчас, она не сходит с уст. Многие вводят систему управления по ценностям. Знакомая вещь, да? Ну, вот что можете сказать? У нас бизнес небольшой. Вот команда у нас 12 человек. Крепкая. А, 13 нас стало, красная неделя. Ну, мы небольшая команда. И в свое время мы решили, что нам не хочется растить команду, чтобы у нас было 200-300-500 человек. Потому что при этом падает качество. То есть, остаться небольшая команда профессионалов, такой, как нас называют, бутик. Бутик не потому что очень дорог, а потому что качественно. И здесь для меня лично, как руководитель, я прекрасно понимаю, что в нашем бизнесе я бы больше, как владелец компании, я бы больше денег зарабатывал, если бы мы массово оказывали услугу низкого качества, но массово. Эта модель работает лучше, больше денег приносит в итоге. Но мне лично больше нравится, когда команда небольшая, те, с кем я работаю, люди, которые разделяют мои интересы в жизни, ценности. Мне просто с этими людьми приятно общаться. И независимо фактически от того, мы работаем вместе, с кем-то расстаемся, отношения поддерживаем. Потому что не только зарабатывание денег нас объединяет. Это вы как раз про ценности и говорите. А что вас объединяет в итоге-то? И нас объединяет то, что работа должна быть интересной. Это важно. Я считаю, что если человек ходит на работу, потому что ему нужно заработать денег, потому что иначе есть нечего. Или кредит, иначе не выплатить, и ему приходится идти на работу, то это плохо. Должно быть видно, что люди, глаза горят, интересно. И в смысле работы мы тоже для себя понимаем, что нам надо заниматься проектом, который нам интересен. Можете ли вы сказать, что у вас уже... Не потому что мы как-то выпендриваемся, не берем какие-то проекты. А потому что я знаю, что если проект нравится, то душа к нему лежит, то лучше получается. Результат лучше получается, когда вот такой есть драйв, то что называется. Проект нравится тогда, когда изначально человек участвовал еще в формировании идей, в поиске идей, видимо. Не всегда. Не обязательно. Здесь на самом деле уже в текущей работе много процессов, как работать там тоже. То есть стороны заказчика, насколько коммуникация хорошая. Тоже надо, чтобы люди хорошо сочетались, чтобы было комфортно, хорошо работать. Потому что люди разные бывают. То есть вот работа должна быть комфортная, интересная, увлекательная. Люди, кому нравится то, что мы делаем. Еще большой плюс нашей работы, мы хорошо видим результат. То есть мы не беремся за проект, где надо бюджет потратить. Ну и там рисовать красивый отчет. Мы с самого начала, даже для этого каких-то умных слов сейчас там все время придумывают какие-то там перфоманс-маркетинг, еще что-то. Слов этих не было, но суть такая же была. Мы ведем рекламу, считаем, сколько пришло звонков, сколько клиентов, сколько денег это принесло. У нас очень много лет назад был клиент, который в сантиметрах измерял эффективность работы сайта. Ну вообще в компании. Ну там у него существует канал, был сайт. Как это делать в сантиметрах? У него была пачка 100-долларовых купюр, это было очень давно. Он мне просто показывал, объяснял, как он считает. Он, когда месяц заканчивается, он убирал лишнее, оставлял там, я не помню, сколько-то ли сантиметров, то ли сколько, ну да, на текущие расходы. Вот, оставлял того резерв в офисе. Когда месяц заканчивался, он смотрел, сколько сантиметров пачка стала за месяц. Вот он такой, да, понятно, что это небольшой бизнес, но вот он деньги считал не в тысячах долларов, да, а в сантиметрах пачки стволовых купюр. Ну интересный подход, да. Могу ли я уточнить, да, мне как подтверждение услышать, что среди ценностей у вас в команде обязательно, так сказать, креативность присутствует, ну даже инновационность, может быть, да, обязательно клиентоориентированность, нацеленность на результат, ну какие-то общие вещи. Единственное, чем, ну некоторые компании грешат, они, конечно, там нарывают в интернете, читают какое-то там издание, книгу покупают, и врут, и тупо копируют ценности, и говорят, что вот теперь это наши ценности, да. У вас, наверное, это все немножко по-другому строилось, думаю, через человеческое общение. Плюс команда у вас небольшая, слышал недавно такую шутку, такую команду называют тупица. Речь не идет об умственных способностях, да, это как бы то, что весь свой коллектив ты можешь накормить двумя заказанными пиццами, то есть как раз кусочков хватит там на 13 человек, на 15. Да, да, наверное, да. Ну здесь получается, что бывает, наверное, это больше в крупных компаниях, хотя, кстати, я никогда не работаю в крупных компаниях, у меня друзья работают, я наблюдаю, ну когда начальство сказало, что у нас теперь такие ценности. Ну, не будешь уходить с работы, проще сказать, что да, я их принимаю. Принять, принять. Ну, пускай, признаться, что я вроде как их принял, вот, ну я искренне надеюсь, что все-таки у нас в команде действительно разделяют ценности, и, ну, по моему общению, по крайней мере, с командой, по моим ощущениям. Есть еще важный момент, что мы, так исторически сложилось, у нас сейчас офис в маленьком городе Черноголовка, это такое достаточно уникальное явление, это в советское время был засекреченный научный городок, который, как говорят, ставился тем, что был самый научный городок в мире по количеству академиков на душу населения. Потом там, в какой-то момент он поставился тем, что мы там стали делать, разваривать водку, и многих черноголовцев это смущало, что все остальные знают, что водку делают. Вот, сейчас напитки безалкогольные, действительно, везде, куда ни приедешь, в нас в стране, везде. А, черноголовки, да, знаем, не знаем, где это, но напитки знаем. Вот, и у нас преимущество города в том, что его строили, получается, 60, по-моему, лет назад начали, и под руководством академиков, которые думали о том, что надо сделать место, где будет хорошо жить им самим, их детям, их сотрудникам, вот, и вот всем, не только самим этим академикам. И у нас там хорошая вода из крана течет, практически не хуже, чем... Которую можно купить, да, то есть, у нас там никто не покупает воду, чтобы пить из 5-литровых бутылок. Там она из крана хорошая, там у нас три озера, там, если горды крытые-закрытые, там куча спортивных секций. Но Мэри и города должны быть вам благодарны, потому что... Да, и Мэри, кстати, у нас хорошая. Вот, а у меня одна сотрудница, вот, сколько два года назад ушла помощником мэра. Мы там, мы там, для себя в шутку говорим, что она у нас в декрете по уходу за мэром. За городом, да, и за мэром, вот, чтобы потом Можевич и вернется. Ну, вот она пошла, и как раз у нас там люди, которые тоже думают о том, что хотят, чтобы в городе было хорошо, поэтому у нас вот работа качественная важна, но не 16 часов в сутки, а вот надо еще успевать сходить с детьми на озеро, там, свежий воздух, ну, вот это такое... Я считаю, что, на самом деле, рабочее время эффективней проходит, если люди живут, да, и успевают отдыхать, успевают жить еще не только работать. Я считаю, что тоже важно, я и для себя так считаю, и сотрудникам, и тем, кто приходит на собеседование, я сразу говорю, что я не приветствую, если человек работает круглосуточно, потому что человек должен еще успевать... Иногда может быть, там, форс-мажор, что-то нужно срочно сделать, но нужно успевать... Отдыхать, посвящать святому семье. У нас, вот, когда на встречу в Москве, они спрашивают, ой, а как же у вас там офис, черноголовки, как же вы ездите, да, как вы... Я говорю, ну, у нас, во-первых, почти все сотрудники живут ближе, чем у вас здесь метро, и это почти в каждом московском офисе эта фраза проходит... Во-первых, действительно, это так, оказывается, а во-вторых, все говорят, как так? То есть для москвичей, ну, если полтора часа ехал на работу, то это нормально, полтора обратно. А мы вот эти три часа еще успеваем часть поработать, часть еще пожить там чем-то себе. Это тоже, я считаю, важной ценностью, которую наша команда разделяет. Кстати, на одной из конференций слышал один, ну, как бы становящийся достаточно важным пунктом при подборе персонала, это все-таки место жительства. Если раньше все-таки были, ну, как-то люди отвязаны, что ли, от места жительства, и подумаешь два часа до работы или полтора часа, да, но сейчас с учетом пробок, каких-то форс-мажоров, действительно, на одно из первых мест выходит удаленность. И если ты доезжаешь до работы за 15 минут, наверное, да, это очень такое приятное дополнение, правда, и ты, наверное, уже там и больше креативишь, и как-то более рад там видеть клиента. Ну, просто человек приезжает, если на работу уставший, и уже, например, его разозлили все, с кем он пересекался в пробках или в транспорте, то, конечно, нужно на работе, что нужно отдохнуть, а не работать, начинать. Ну, я думаю, что, да, это очень хорошая забота о сотрудниках, и можно даже делать какие-то удаленные рабочие места, может быть, выносить какие-то офисы там, ну, вот в города, сателлиты Москвы, да? Удаленные рабочие места – это тоже такая сложная тема, потому что все-таки команде нужно работать вместе, общаться и удаленные. Вот с клиентами, да, сейчас хорошо работа строится, и у нас был офис когда-то на Пушкинской, и больно, что нам мало кто приезжает в офис, потому что сейчас по телефону, по e-mail поговорили, скайп включили, лицо видно, именно человек видно, и уже как-то живое общение практически, а поэтому необязательно ездить все время на личные встречи, у нас, тем более, клиенты совершенно из разных городов есть, и по всей стране. Вы охватываете страну, а как с зарубежья? Работаете с кем-то? Их какие-то клиенты у вас? У нас были клиенты из зарубежья, которым нужна была российская аудитория, здесь я тоже считаю, что это очень принципиальный момент, мы говорим про преувеличение клиентов, не только говорящих на нашем языке, в общем, здесь важно для нас, что мы должны понимать менталитет этих клиентов, я вообще считаю, что для того, чтобы написать правильно рекламное объявление, когда важно, какое слово, на три символа меньше, оно уместилось, смс сохранился или нет, надо не просто знать язык какой-то, а нужно быть носителем этого языка, носителем культуры, чтобы понимать, как сформулировать, чтобы у человека нужные эмоции вызвать, что на сайте нужно написать, вот тут понимание аудитории, которую мы привлекаем, я не понимаю, как оно может быть, если не родился, не вырос в этой стране, не читал книжки, те же, что целевая аудитория, не смотрел те же фильмы, когда вот это все впитал, можно, поэтому, если вдруг, когда мы решим, что нам нашей страны мало, пока тут, мне кажется, очень большой потенциал для работы, да, можно, конечно, будет, наверное, найти в какой-то другой стране носитель языка и пытаться как-то работу устраивать, но я здесь не вижу пока даже смысла и желания куда-то выходить нет. Алексей, вы как маркетолог как бы прокомментировали тренд, мы сейчас больше о трендах, наверное, поговорим, российские компании стараются отказаться от иностранной аббревиатуры, даже есть такие шутки, что только наш человек поймет, что означает аббревиатура Апчхиля, то есть вот что двигает сейчас компаниями, почему они отказываются от иностранных слов, скажем так, есть такой тренд или абсолютно выдуманная история ради пиара в интернете? Ну, здесь какие-то тренды, наверное, есть, было время, когда, наоборот, все пытались, даже наши, сделать вид, что они иностранные, потому что доверие было, ну, такое в обществе было ощущение, что иностранное, но лучше. Сейчас импортозамещение. Да, сейчас импортозамещение, ну, и здесь еще вопрос тоже важный, по имени того, как там, что называется, на какое качество, потому что, назови иностранного, но если качество плохое, то все равно это будет... А если сделано в черноголовке, опять рекламирую в городе, то это качество высокое. На самом деле здесь тоже получается же, благодаря интернету, информация распространяется много быстро, и иногда какие-то проблемы с сервисом, с качеством товаров, они могут очень быстро стать известны большому количеству людей, потому что, вот, написал в соцсети, люди это подхватили, пошло-поехало, иногда, понятно, что могут, конечно, и информационные вбросы какие-то, вражеские, скажем так, но все равно возможность получить информацию разную, и люди действительно очень сильно доверяют отзывам, в интернете, да, и даже если не очень понятно, чей это отзыв, на самом деле, я сейчас спрашиваю, отзывы же можно написать, но если сам сотрудник компании сядет и напишет 20 отзывов про компанию, то будет видно, что это написано одним человеком, если наймут кого-то, как часто заказывают, напишите нам 200 отзывов, то это принимают какое-то агентство, агентство это, естественно, отдает подряд, чтобы сэкономить наибольшую работу какому-то школьнику, студенту из глубинки, чтобы по-именьшему заплатить, он не понимает ни клиентов, не понимает бизнес, он что-то пишет, вроде так, для людей, которые тоже в этом не варятся, вроде как, а, ну отзывы, да, хорошие, а когда действительно клиентам написан отзыв, начинаешь вычитать, и понимаешь, а, да, вот, кстати, меня тоже это смущало, да, еще тут вопрос, как отзыв спросить, это же одна из моих любимых тем, потому что если вы просто просите клиента, поставьте нам отзыв, то получается отзыв благодарности, подарю компанию такую, то, да, многолетние успешные сотрудничества. А если этот отзыв неоднозначный успешный? А надо по-другому спрашивать, а у него либо оставить отзыв для тех, кто еще с нами не работал, сомневается, что с нами с нами работа. И это уже совсем другой, человек, у него в голове такой подсознательный, что он представляет себе того, кто вот сомневается, и говорит, да, я поначалу сомневался, что стоит ли с рекламными агентствами связываться, они все такие, сомнительные, уже был опыт неоднократный, но тут все-таки после конференции рискнул и доволен тем-то, тем-то, тем-то. Человек, который читает, он читает и говорит, о, а у меня то же самое. То есть, во-первых, что смущало, попадает действительно в то, что смущает, и потом то, что понравилось, оно попадает в то, что действительно важно для другого клиента, а не что-то там такое, что да-да-да, они тоже удобно, у них офис расположен, а что офисерской разницы, где он расположен, да, то есть, если не понимаешь специфику бизнеса, то не о том преимущество подчеркнешь. Поэтому, хорошие отзывы, живые отзывы, реальные отзывы, они на самом деле заметны. То есть, живые, реальные, наверное, поэтому миллиардеры сейчас некоторые стали блогерами в последнее время. Ну, да, наверное, это, мы оставим эту тему. Ну, почему бы, миллиардеров-то много, которые, скажем, уже ведут свои блоги, передачи снимают, выкладывают? Вообще, с точки зрения владельцев бизнеса, блогус их, их активности в интернете, в соцсетях, здесь очень важно, если у них успешно получается, действительно, если они правильно ведут, начинают аудиторию воспринимать не просто как компанию, ну, что-то такое непонятное, вот есть название компании, там какие-то люди есть, а видят лицо компании, если этот человек действительно нравится то, что он говорит, то, как он говорит, о чем он говорит, вот если человек вызывает доверие, то это и на компанию тоже транслируется. Кстати, это далеко не всегда важно, для крупного бизнеса, для малого бизнеса, это, может быть, даже важнее, потому что в крупном бизнесе еще, скорее всего, есть стандарты качества, где я пользуюсь, сотовой связью, я знаю, что в этой компании от конкретного человека, который, иногда вдруг, если я в офис зайду, в принципе, как бы он мне не ответил, качество моей связи сильно не зависит, то есть там есть у них процесс, как все выстроено, а в малом бизнесе от конкретного человека многое зависит, вот как, как к директору к работе относится, как сотрудники, его, скорее всего, сильно похожи на него, если компания позиционируется открыто, и говорит, вот наш директор, вот смотрите, да, и можно почитать, что он в соцсетях пишет, то доверие больше, потому что с живым человеком комфортнее общаться, чем с компанией, о таким-то там, или компанией такое-то, поэтому важно, чтобы не было попытки раздвоения, то есть вот у нас директор, публично он такой, а у себя где-нибудь он в своем соцсетях выкладывает совсем другое, имели сотрудники, и сейчас это очень тоже важный вопрос, а что, как, многие люди не осознают этого, но все, что было сказано, написано в интернете, оно, во-первых, даже если удалить через несколько секунд, уже, скорее всего, кто-то это сохранил и покажет другим, вот, и может существенно влиять на бизнес и на репутацию, вот, есть масса примеров, из того, что я сейчас помню, вице-губернатор какой-то области, не помню, то есть, какой, даже не будем называть, и даже, если я помню, надо называть, он выложил в инстаграме фотографию, дверь, ручка двери, ну, ничего без, и комментарий, что застрял в туалете, замок сломал, столь смеяться, столь плакать, вот, кто-то это прокомментировал, стал заходиться по сети, журналисты это схватили, это пошло, поехало, вы считаете, это даже попало на центральные телеканалы, что вице-губернатор, там, какой-то просил помощи, застряв в туалете, просил помощи через интернет, через инстаграм, в результате, если сейчас начать набирать в Яндексе его фамилии, имя, то в подсказках будет застрял в туалете, то есть, это вот на многие годы, теперь, потому что, человек, я думаю, когда он это размещал, он думал, что там, несколько его знакомых и друзей, которые комментируют в инстаграм, они посмеются, что забавная история, а вот оно, как оно получилось, поэтому надо всегда любую публикацию, любой комментарий, есть истории, когда люди в комментариях что-то писали в соцсетях и лишались должностей высоких, потому что, да, все, что сказано, надо понимать, что, и это даже любой начальник, даже если это не топ-менеджер, а какой-то начальник, его сотрудники видят, что он делает, как он себя войдет в соцсетях, это накладывает отпечаток на то, как они его воспринимают в рабочее время, как клиент воспринимает компанию, поэтому здесь нужно понимать, какой имидж создается, и, конечно, проще всего, когда просто человек публикует то, что он думает, чем он интересуется, и при этом собирает вокруг себя тех, кто разделяет его. То есть правильно понимаю, что одним из сильнейших трендов все-таки является появление огромного количества видеоблогов от первых лиц компаний, в основном среднего бизнеса, ну-ка, и крупного, например, это прям явный тренд, которым надо воспользоваться, но воспользоваться профессионально. Даже здесь не только видео, здесь у нас, наверное, даже больше это все-таки, когда люди пишут, потому что и читать удобнее, и видео не всегда удобно, человек пришел на работу, сидит в офисе, зашел куда-то в соцсети, или там едет в метро, ему прочитать удобнее, а со звуком либо не слышно будет в метро, либо всем коллегам будет слышно. То есть, на мой взгляд, читают, это вот так, у детей очень популярно на YouTube все, что можно, и в видеоконтент. Но не во всех сферах иногда лучше написать что-то, даже очень большое, но что-то интересное, полезное, и вот собирать вокруг себя тех, кому действительно это интересно, кому это... Скажите, а как написать то, чтобы потом этот контент начал продавать, что ли, компанию, положительно влиять на имидж? Как определять, в какой мере освещать ту или иную тему, на какие тренды реагировать, первым лицам компании, например, как-то правильно взвесить, как-то оценить, как-то померить, в сантиметрах, может быть, инструментарий, который вы используете, поделитесь? Здесь зависит от бизнеса, есть ли бизнес, в котором первое лицо, небольшая компания, существенно влияет именно в самой производственной деятельности, в текущей. У меня юридическая компания, где самый главный юрист, как раз, это директор компании. У нас тоже так получается, что я такой играющий тренер, главный эксперт в компании, и тут получается, что те, кто со мной общаются, на конференциях, слушают мои выступления, видеозаписи смотрят, где-то читают то, что я пишу в соцсетях, где складываются впечатления и обо мне, как о человеке, вопрос доверия, что за человек, как он в жизни себя ведет, если впечатления обо мне хорошие, люди мне доверяют, видят, какие мои интересы, что я делаю. И о профессиональной стороне, мои высказывания, мои рекомендации, услышали, что я сказал, пошли это внедрить, сказали, ух ты, классная идея, а хочется еще. Вот эта модель, хорошо. Бывает так, что компания не крупная, и руководитель компании ведет активно в соцсетях, вот в Билайне, генеральный директор, долгое время, сейчас он уже не директор, там другая история, не связанная, но он много всего писал, и здесь был вопрос, не в том, что он большой специалист в технических особенностях оборудования для сотовой связи, а в отношении к нему, как к руководителю компании, как он работу в компании выстраивает, и впечатление, что да, ну, если его подход, его взгляд, его мысли нравятся, то больше доверия всей компании, ну, потому что да, понятно, что первое лицо, где-то можно накосечить какой-то исполнитель, но в целом к компании отношение хорошее, и это первое лицо поправит, да, и поправит, и можно там написать что-то, отреагировать, сейчас эти крупные компании нередко реагируют быстро, и есть тоже такие истории, когда человек возмущенно что-то пишет, в комментариях, на фейсбуке сначала появляется компания, по поводу которой он написал, и только потом друзья этого человека пишут, буквально в течение нескольких минут, сейчас компания, многие, понятно, что тоже работа выстраивается, но впечатление важно, а какое будет, а как еще реагировать, это тоже большая интересная тема, на конференции, о которой мы сегодня упоминали, банк там тоже был на эту тему доклада, а как реагировать, человек написал какой-то негатив, нужно решить его проблему, но при этом, как изгладить негатив, как отреагировать, чтобы не было какой-то там спора, и негатива, потому что бывают такие истории тоже, когда кто-то пишет негатив, бывает, по ресторану напишет, приходит владелец ресторана, и этого человека чуть ли не матом, что ты там сам пришел такой-сякой, и больше не приходи, а люди со стороны смотрят, и говорят, не пойду я в этот ресторан, если такое отношение директора, снимают сразу же с трансляции, такое тоже бывает уже, да? Да, ну то есть информация распространяется быстро, надо понимать, какую информацию, какие-то скользкие темы лучше обходить стороной, да, вот принцип, что там не спорить. Может быть, вообще не комментируют, чтобы не вляпаться? Директору компании, на мой взгляд, не нужно спорить о политике, о религии, о соцсетях, да, что вот надо от этого, можно так позиционироваться, что вот этот вот директор компании, он вот таких политических взглядов, и люди, разделяющие политические взгляды, будут с этой компанией, у них будет там больше лояльность, что, это наш человек, тут, опять же, если это стратегия такая, а часть клиентов это может отпугнуть, поэтому там какие-то вопросы, можно дома с друзьями обсудить, не надо публично при всех об этом говорить. Какие еще есть тренды, вот кроме обозначенных ранее, прям серьезные тренды, на которые надо обязательно обратить внимание топ-менеджерам, владельцам компаний? Ну, если мы именно опять же обсужаем тему, потому что мы начали про интернет, про привлечение клиентов через интернет, то здесь, наверное, самый главный тренд, который наблюдается, сейчас люди привыкают быстро получать информацию, вот интернет как раз в этом очень важно, когда мы сидим что-то обсуждаем, возникает какой-то вопрос, неважно, сколько отсюда ехать до Шереметьево, потому что мы сегодня лететь, или там, а можем ли мы сюда пиццу заказать, или там, не знаю, еще что-то, а может, монитор нужно купить, еще что-то нам нужно, и у нас какая-то информация нужна, сколько это стоит, где это купить, кому обратиться, еще что-то касаемо бизнеса, и люди хотят быстро получить нужную информацию, и если много лет назад заходили в интернет, находили некоторое количество сайтов, и те, кто был в интернете, читали, что там, как, то сейчас людям не нужна вода, какие-то общие слова, многие сайты открываешь, и парадокс в том, что зашел, нужно там, тоже на той конференции приводил примеры, нужна мне термоусадочная пленка, я захожу, меня интересует, какая она там есть, да, если мне объяснят, что вот это там, разные толщины, там, не знаю, что-то, сколько стоит, когда могут привести, там, какие-то порядок оплаты, вот здесь набор вопросов, которые меня интересуют, я захожу на сайт, и там написано, что термоусадочная пленка, это пленка, которая усаживается при нагревании, используется в разных сферах, искал википедию, да, мне хорошо, что они ответят, но, если мы говорим про бизнес, те, кто хочет купить, большинству не надо объяснять, что это такое, он уже знает, зачем ему это нужно, он хочет, если он туда заходит, в результате там есть длинный текст о том, что это такое, толком никакой информации, сколько стоит, когда порядок оплаты, поставки, еще что-то такое, там, телефон там есть, а, ну да, сейчас по времени уже, вечер, ладно, я, может быть, завтра позвоню, иду на другой сайт, найти ответ на свои вопросы, и вот люди привыкают, да, сейчас с каждым годом, все быстрее получить информацию, и вообще, в интернете многие вещи, как такси, мы раньше заказывали, все равно ждали, сегодня, когда я увидел, что 12 минут будет ехать ко мне такси, я думаю, что ж такое, сейчас мы все творим, почему 12 минут целых, мне сидеть, ждать такси, как же так, также с информацией, люди хотят быстро получить нужную им, и здесь желание пользователей интернета, оно идет с опережением, относительно того, что делает бизнес, к сожалению, до сих пор, большинство компаний, при создании сайта, идут с другой стороны, что нужно для сайта, нужна информация, которая там будет размещена, дальше нужен дизайн этой информации, и, собственно, программирование, чтобы это все удобно работало, это правильный порядок, правильный порядок, а с чего начинаю информацию, какую информацию, это самое сложное, написать, вдумчиво, выбираем шаблон для сайта, мы начнем, с чего, так, программирование, надо ТЗ поставить, а давайте с дизайна начнем, самое простое, поставить задачу на дизайн, нарисуй нам, чтобы красиво было, чтобы богато смотрелось, и недорого, сделай недорого, потому что смотрелось богато, вот задачу поставили, дизайнер, или те, кто делает сайт, если они скажут, нет, вы идите сначала напишите о вашей компании, об услуге, все подготовьте, вы уйдете, и к ним не вернетесь, а им деньги нужны, это тоже бизнес, им нужна предоплата, хочется зарплату получить, поэтому я говорю, да-да-да-да, давайте подписываем, мы делаем вам дизайн, все подписали, дизайн делают, информацию толкнули, ну мы вам что-нибудь там разместим, для примера, разместили, сделали, очень долго, потому что непонятно, какой он должен быть, дизайн, согласовывают, хотели сделать сайт за месяц, делали полгода, не доделав, открыли, классическая ситуация, и в результате получается, что начались дизайны, потом программирование, а давайте мы сейчас кучу всего, а, на будущее заложим, еще что-то, все так быстро меняется, что это на будущее заложенное, этим так никто и не воспользуется, и оно потом на сайте, скорее всего не нужно, то есть получается, что хочется заложиться побольше, вдруг пригодится, а разработчикам, сайтам, программистам, им же тоже выгодно, давайте мы больше всего сделаем, больше денег получим, и им интересно, потому что действительно, программисту интересней делать нестандартные решения что-то сложное классно будет сайт то делать программную часть а потом начинают на полной информации выясняется что по информации вообще-то у нас такой нет и пазлы не сходятся да тут вот эта информация нет вот эту как там кто-то ладно надо быстренько написать давайте вместо что самое главное оставляют на потом и не доделывают получается ко мне в омске недавно подошла говорит алексей может три раза сделали каркас сайта и то все никак наполнить не получается игра в чем-то как нам вот эту ошибку обойти игра ошибка в том что вы делаете каркас сайта не надо делать каркас сайта это не на бумажке расписать структуру сайта они делали уже программированный дизайн все зима его надо вам видеть на бумажке информацию подготовить варде не знаю просто в блокноте написать потом эту информацию скомпоновать еще очень важно если у вас есть написание компании там еще что-то информацию какую информацию как я написать что вы читали потому что если человек с первого предложения начинает читать там какая-то вода он проскакивает на следующий абзац если там опять эта вода может там дальше промотал так диагональность очень интересно надо зацепить с первых же слов что было интересно это читать кстати еще и третий вопрос где разместить тоже огромная проблема как исторически сложившиеся на сайтах это классический подход что у нас здесь компании вот здесь у нас описание услуги там у нас выполнены проекты там под пунктом отзывы клиентов который очень когда рекламы приводят людей на описание услуги прочитали писание услуги и надеются что клиент сам пойдет что-то там еще искать по сайту здесь нужно взять составить два списка что людей волнует о чем мы говорили да там сколько стоит вот эти вещи сколько стоит когда там доставят так далее а второй то информацию надо себе рассказать чтобы люди захотели обратиться в эту ценность вот что у вас есть там отзывы есть на клиент у нас крутые допустим есть и вот мы можем пока что-то с нами работу до доверия будет каждый без должен понимать мы работаем с такой компанией ну да то все знают что эти очень требованные в городе о значит с ними работаю значит там хорошо и не просто работают а уже там пять лет работа да что его разместить двойатив что мы работаем с газпром что можно там один раз им лампочку продали нужно не привезли разбитую уже работали но но мы работали да то есть тут вопрос что делали и отзывы и дальше нас нужно вот эту информацию скомпоновать я пришел сколько вас стоит на сайте смотри сколько стоит описание услуги что а мне тут же показывают главное преимущество что вот смотрите отзывы этих известных людей о нас вот у нас здесь наш опыт работы столько лет с фактами с цифрами убедительно а это на своих обычно это разносит и мы увидим потому что те кто смотрел описание услуги цен просто почти никто из них не смотрел отзывы клиентов они есть но они спрятаны в обычной жизни почему-то все считают что менеджер продажам надо ему объяснить преимущество компании а можно же обучить двух людей один знает сколько стоит другой знает почему компания хороша и посадить их в разные комнаты и потом удивляться почему не продается никто не идет в другую комнату узнать здесь собраться и как пообщаться да тут нужно информацию в тот момент когда она нужна человек то то что ему нужно еще что ему показали чем вы занимаетесь емко четко хорошо и вот самая сложная как раз в эта вещь часть форма с информации что показываете здесь важно не спрятать как иглу в яйцо яйцо в утку утку в зайцем как сказки какие еще тренды есть вот прямо будут допытываться что еще но игорь интересно нового столкнул то что вначале я говорил насчет того что очень активно исчезает грань между онлайном оффлайном тоже есть технологии за для непростые просто нужно это делать когда компания битубе работает проект коммерческие предложения клиента но можно не просто их обзванивать на следующей неделе спрашивать получили ли вы а можно видеть наставить уведомление менеджер что алексей николаевич минут назад открыл коммерческое предложение я перезвоню да в этот момент и говорю здравствуйте вы смотрели не вызвать а вот хотел узнать получили его я как раз смотрю раз он открыл сказать у нее сейчас как раз есть пять минут почитать это да есть время обсудить а так он открыл посмотрел то мы позвонили он навстречу он еще где он уже забыл мы увидели мы в нужное позвонили и и ему какого хорошо в нужное время как ложка к обеду этот раз и позвонили ему да слушайте интересные вещи есть уже программные комплексы которые позволяют отслеживать вещи и здесь на самом деле технологии они идут с большим опережением до от того что успевает внедрять бизнес я правильно понимаю что вы уже знаете как поднести воруме эту ложку на самом деле очень важная еще составляющая часто разработчики каких-то сервисов и функционала поведу на эту классную штуку сделано классная штука они приходят именно конференции рассказывают директора компании слушать что-то это сложная вещь непонятная ну ладно может быть до воспользуюсь и уходят если непонятно нужно нужно во-первых это тот тот же как мы с целью аудиторию конечно опять в чем ценность чем заинтересовать здесь тоже нужно конкретно объяснить а вот как этот функционал конкретным бизнесу какую пользу принесет поскольку он полезен что это даст в цифрах тоже директор компании что важно сколько я потрачу и что мне это потом даст как в результатах как это протестировать четко понятно преимущество чтобы послушав это о здорово да там завтра внедряем ну просто если очень захочет он внедрит все что угодно завтра за ночь ну да то есть даже мы знаем более помогаем вылечить а бывает так сейчас вода это интересная штука ну ладно как-нибудь потом все человек отложил на потом и не загорелся не понял что о что это может дать вы видите когда люди прочитали ваши письма и что что я вижу объясняешь модель коммуникации объясняешь чем это плюс что как вы ждаете попробуем увидеть что продажи или вот у того клиента на столько процентов продажи выросил о интересно поэтому тут действительно вот эта связка понимание бизнеса клиентов и понимание какую технологию как использовать с этой точки зрения тоже проблема когда компании небольшие особенно пытаются взять кого-то в штат будет заниматься интернетом все фактически нужно минимум три человека для нужны эксперт который в этом всем разбирается варится и понимая руководитель именно понимает экспертизы вот такой опытом обладает пониманием что да вот этот инструмент здесь можно вот так использовать а вот эту штуку можно вот так инноватор по большей части он знает у него большой опытом внимание в этих там понимание как это срастить с бизнесом но таких людей во-первых мало их крупную компанию можно брать в команду когда они будут еще исполнители и действительно очень классные вещи делают и есть немало примеров таких потрясающих сколько там люди всего реализуют когда человек придумывает и команда реализует значит небольшую компанию то такому человеку и в ней и скорее всего будет скучновато потому что он придумал а дальше ему же с вам придется реализовывать кропотливая работа там теперь мы составим здесь 250 объявлений так отец смазит отчет делал зима те вот это там то-то то-то это не его дает нужен ему нужно дополнение исполнитель который четко понял задачу хорошо сделал а еще и нужен руководит проекта то что эксперт и часто страдают тем что люди творчески увлекающийся вот это посмотрит а там да такая а исполнитель под ним все делать надо все это работа выставить чтобы это было с точки зрения бизнеса эффективно четко да три человека нужны факт по сути каждого может быть там поскольку ты часов в месяц работы поэтому я искренне верю вот именно в этой сфере логично привлекать подрядчиков 6 я считал что лучше внутри компании этим заниматься то я бы уже давно бы хотим бизнес агентство закрыл бы сказал что зачем это не перспективно я считаю что есть реально работа она для агентства будет и будет обратно все больше да потому что вот такую команду привлекли там она там круто месяц больше часов тратить это меньше на зависит от того как ты в специфике бизнеса сезонность там чего-то изменение бизнесе но попытка взять одного три в одном к себе к чему обычно приводят берут исполнителя который сделал вид что он эксперт он сказал много умных слов до понять насколько он в этом разбирается сложно потому что все директор услуги директа да если там берет уже там не знаю очередного бухгалтера за много лет работы компании дата он знает уже что спросить знаете как те косячили понимает уже значил то новое направление а я там не за кого угодно да если с этими людьми уже работал понимаешь какие могут создать как выбор здесь новое направление не очень понятно и вроде да умные слова сказал потом начинается часто как раз проблема в в человеке который вроде бы для развития этого взяли а узнобор тормозит директор пошел на конференцию услышал нам надо такое сделать где-то спать ли делай да 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 делайте что делает обсуждать эти сложности вопросы еще какие-то все время идеи то есть что-то варится бордит а вот четко взять и реализовать и понять что именно стоит за что нет не хватает это тоже к сожалению ну да наверное это такой исторический период когда какая-то сфера очень быстро развивается людей в ней не хватает даже я правильно понимаю что и чар функцию вы тащите на себе в команде да то есть все на вас скажите если секрет и такая она большая если такой секрет вот как вы добиваетесь совместимости между сотрудниками ну по крайней мере больше чем у свежих огурцов с молоком даже как вы это делаете а мне здесь на самом деле принцип такой что мне вот если мне с человеком я общаюсь мне комфортно да тут я так все для себя думал вот если мы будем сидеть напротив друг друга и работать вот с этим человеком я готов на и если и в до готов классным человек я хочу с этим человеком работать то обращаются такие люди окажутся что они тоже ну когда я собираю друзей часто выясняется что у них там есть общий интерес и это вообще удивляешься как мир кистина оказывается там еще между собой знакомы там какие-то еще каналы по факту является вашей командой даже где-то до последствия был такой что выбрали друзей на работу и не жалеть об этом на самом деле друзей я даже не помню чтобы мы брали на работу сейчас немножко вот с тех пор мы сколько же много лет назад приехали в черноголовку ну и сейчас я сам там уже живу наехавший коренной москвич который уехал из москвы это тоже кстати тренды вот живу в черноголовке уже восемь получается летом постоянно в этом приезжал на выходные на праздники потом совсем до переехал и начатом получается город небольшой все меньше людей кого я не знаю ли с кем нет общих знакомых поэтому здесь ну такой да уже выходит на работу в принципе да я этого человека уже знаем мы там уже где-то пересекались еще что-то и нас вообще я считаю что в работе я не придерживаюсь принципы как у некоторых компаний есть что нам взять всех родственников друзей детей друзей там вот так собой когда я беру человек на работу мне неважно друзья друзья смотрю с точки зрения работы да насколько человек если у нас есть общие друзья но это тоже признано для того что у нас отношения будут в чем-то лучше потому что значит есть какие-то общие интересы только с этой точки зрения вам не мешает узнаваемость в малом городе небольшая так сказать предыстория представьте вы идете в булочную за своей любимой выпечкой и тут вам значит по дороге кто-то кричит алексей николаевич вы в булочную значит а вы бегом-бегом за мной будете как избежать такого что в носком не лишал узнаваемость в малом городе в малом городе да наверное уже людей много которыми знаю но нас там из нашего города клиентов у нас нет было два клиента за вот и там тоже клиентом встречались обсуждали сотрудничество выяснялось что у нас и не запустили работу нужно взять социальную форму развивать но нас ну я рабочие места стою а вот 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 и так город маленький каждое рабочее место это большой процент трудоспособного населения относительно москвы скажем так вот но человек взял ничего не заметно 1 взял уже из 20 вещах я уже уже вклад на уже и уже там не 12 работает есть у вас какая-то за по жизни девиз вот девиз миссия ваша личная но я все так скептически все отношусь каким-то там словами за миссии да я для себя понимаю последние годы что важно успевать жить то что я называю да то есть собственно работать с удовольствием там те часы которые посвящая работе их много понятно бывает иногда это может быть и очень много часов в сутках не знаю они должны быть с удовольствием и поймать этого надо успевать мне люди говорят в инстаграме как-то успеваешь там что-то такое фотографии на свет и закаты куда-то вот я много езжу по стране у меня вы приезжали на конференции выступаю я просто прошу даже если все два часа давайте что-нибудь поедем что-то покажете вашем годы что здесь интересно да что тут такого о да там приехал владивосток да конечно можно дайте андрите в калининграде на курс лукасус и какие-то есть такие классические вещи ну и там природа в иркутске я много раз был на байкал по работе много раз как вы отдыхаете вот вы на приезжайте на байкал и вот украдкой буквально там получается час может быть свозили на байкале получается что там два-три дня два-три вам хватает он совмещает приятность полезно с этого даже наверное отчасти как раз такой подход в командировках и начался потому что я когда увидел конференцию как раз связано сторон марки на байкальском тренд-форум проходит увидел знакомый там будет выступать я написал скажи а кто там хочу выступить я последние 100 лет уже очень редко куда-то пишу что хочу вас выступить тоже мне предложение выступить больше чем я успеваю съездить мне хватает но туда я сам написал не готова мы как раз хотели позвать руки не находили я приехал я понял что я хочу не съездить на два часа берегу байкала куда все есть в листвянку я хочу на остров ольхон с ночевкой чтобы действительно вот побыть на байкале одному туда ехать как-то сложно и скучно и общительный поэтому я организовал было 9 человек пятеро москвичей тоже такие же как я приехавшим конференции выступать и 4 человек из команды организаторов конференции мы съездим на байкал там провели два дня хорошо потом к следующий раз через полгода я приехал поехал на зимний байкал и вот я там после этого начала в алмату приехал поход в гору устроил с палатками по возможности стараюсь еще где-нибудь прихватить денек хотя бы ну в тех местах я не очень понимаю там куда там на два дня ехать бывают сужение из города где спрашиваю местных жителей что здесь посмотреть посмотреть на принципе ничего к сожалению да есть такие места но я стараюсь все находить что-то надо работать на природу еще да но интересно и вот мы эти поездки на байкал в результате привели к тому что спустят после трех лет поездок туда я перевез приманил к себе организатор байкальской третформы ну вот у нас в августе свадьбы была я совместил работу отдых который собственно за это работа и теперь еще и личная жизнь нигде не знаешь человека в походе да там ну если я считаю что тоже да это очень важно таких таких условиях а как еще проверить человека взяли вы его на работу ну или даже допустим не взяли какие то есть может быть у вас на ухау какие-то испытания которые позволяют понять его нутро как это сделать за короткий промежуток времени может быть какие-то секретные вопросы или как-то наблюдаете с его поведением может быть вы мониторите социальные сети вот когда человек до того как взять на работу да я могу зайти посмотреть его на профиль в соцсетях тем же что человек пишет о чем я говорил что может пойти как себя что-то если я захожу я вижу а что он там лайкает что он комментирует вот и я понимаю его интерес иногда бывает что сможешь а ну понятно это мы с чем разного круга общение у нас не будет общих тем или даже на там до собеседования не доходят но с точки зрения уже работы к человеку взял нас никогда не было в компании никаких технических ограничений куда заходи в интернете что делать так что нельзя в соцсети то есть вы за это не наказываете как я не наказываю да я считаю нужно заинтересовывать людей работы и условиями работы чтобы человек пришедший на работу а чтобы ему мне не было желание сидеть полдня в к тратить на это время потому что лучше пойти домой с детьми время провести с тушьми не работали на либо работать и результат получать здесь там все это в связке с тем интересна ли работа какая система мотивации всего вся вот это составляющие поэтому здесь в работе видно что человек делает как он делает как он реагирует на свои ошибки как он относится к результату и стал сделал одоле нормально да то есть такой человек у нас не приживется да вот у нас такая команда перфекционистов вот получается в смысле работы на у нас вот извини мы либо не делаем вот если клиенту одному объяснял позвонил получив письмо сделайте здесь вот быстренько так ну вот а там по этим словам запустите рекламу или что неплохо будет вот не полу это неважно давайте только главное быстро что там это было дешево и запустите нет мы не будем это делать потому что получится плохо и только почему не будет непонятно я ему объяснил что чтобы мы пробовали так и потом ему сказать спустя месяц нужно вас предупреждали ваши деньги потратились впустую потому что мы знали ему будет обидно и вопрос а зачем почему же мы все это сделали мы для себя решили чтобы мы не делаем даже не делаем то что мы считаем плохо и то есть принцип не навреди как можно бывает иногда что давайте рискнем у нас может сомнение что вот этот инструмент рекламы это бизнес не подойдет например там не надо что-то написать и находит эксперимент мы готовы можем сказать что по нашему ощущению скорее всего не сработает давайте попробуем да ну-ка клиенту платят и на той бизнес чек что-то пробует и потом где-то его выгорает что никто не ожидал вот но если именно сделать плохо им понимаю что мы знаем точно почему это будет плохо то мы не будем так делать как бы он не просил даже там нам зато заплатить а как все из него будет плохо вот тоже нужно какие-то на ухоу но сегодня сегодня там пример был такой что вот таким запросами рассмотреть по этому запросу если так как вы говорите настроить рекламную компанию вам будут приходить нецелевые посетители и объясню почему это ну да ну собственно там три минуты разговора по телефону он понял я ему объяснил на примерах чем это плохо а теперь все я теперь понял да действительно конечно я не хочу потерять деньги на эту рекламную компанию впустую да то есть он затем согласился я считаю что важнее было его убедить да да убедить мы смогли только после того как сказать что нет мы не делаем и все и привести пример если бы начинали ну давайте у него было бы что там у него не уговаривают я же заказчик да ну лишь нет я как книжку такой читал сначала скажите нет это самое главное вы станом в названии книжки что вообще иногда полезно сказать нет любитого как нет а почему нет мы начинают уже обсуждать как речь постишь да 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 ну мы можем запустить но лучше по-другому только какая-то мягкая позиция вот такой идет спор ни о чем конечно нет мы так не будем объяснили все нормально чему вы учитесь и что читаете можете рассказать немножко о том сколько времени уделять самосовершенствованию последняя прочитанная книга про конференции понял про ваше выступление про действительно преподавание вещь хорошая сами где учитесь здесь получается что я читал много о нашей тематике того что пишут и в интернете на конференциях слушают других людей что вопрос кого слушать да и и где и как сми и общаюсь много с как с теми кто в этом бизнесе работы до вчера конфиденции яндекс на наклад был очень интересный про как раз то что его связь оффлайн онлайн и отслеживания потом я еще и с докладчиком еще с ребятами за у команды поговорил что как там какие-то детали интересные обсудили с точки зрения понимания как это можно для сразу классная штука ее можно с этим клиентом судить если мы запустим это сработает такой ход мысли сразу начинается что что надо значит уже детали обсудить и много общаюсь с бизнесом кто тоже делится это получается если там по нашу клиентам опыта счет за счет раз выступлений конференции мастер-классов не общаясь со мной делится проблемами какие решения как часто люди кого-то и сделали впитываю большое количество информации книжек на эту тему сожалению мало я сейчас пытаюсь оказалось что писать это очень сложно да вот сейчас есть замечательный человек который меня каждый день заставляем да вот я уже все сроки сорвал нескольких раз он добивается мне что-то смски пишет звонит мне я чувствую что я первое небольшая книжная брошюра будет в ближайшее время все-таки допис можно ожидать выхода до альфа-банком сотрудничество для клиентов в том числе брошюр тематически издают вот это будет по крайней мере первый такой труд написан и напечатан не статья в журнале а уже может быть когда ты так не растут большой если у вас какое-то пожелание зрителям естественно через это пожелание вы конечно же донесете какую-то ли мысль потенциальному клиенту или уже действующему клиенту наверно в этой сфере я всегда пожелание такое что нужно прежде чем сайт делать рекламу запускать нужно всерьез очень отнестись написать на бумаге лишний листочек получается на первой листочке написать а кто клиент что действительно они от нас получают не что мы делаем что они получают и в чем наша ценность для них польза не знают зачем мы для них цвет учреждений чем мы цены должны быть того чем мы стремимся и что вас получается вот это очень важно должно написано сформулировано действительно должно быть ценностью кто клиенты кстати и кто конкурент здесь на самом деле да важно но важно это сформулировать понять потому что бывает так что когда куда-то обращаются в агентство да 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 там вот тут сейчас нас да тут девочка заполнен сейчас вам бриф взять для кто-то там из сотрудников компании даже пишут нам с навстречу приезжаем а мы потом смотрим что не сводится что вот директор что написано в этом такой часто очень часто да тут вот вот эту часть понять дальше второй листович сформулировать а что же нужно клиентам что они спрашивают что их интересует и 3 за это что мы хотим до них про нас донести чтобы они захотели стать нашими клиентами когда вот эти вещи есть да дальше мы уже можем выбирать а давайте мы будем сейчас в соцсетях что-то писать чтобы донести вот эту информацию тех кого вот это интересует или на что их интересуют можно сайт делать любой канал коммуникации даже если просто сейчас вот я с кем-то в холле познакомлюсь мне такое было пару месяцев назад я в шереметьево сидел и так летаю много поэтому я уже на золотую карту налетал и сижу в бизнес-зале а там в шереметьево очень как сейчас пик метро нет свободных столик поэтому кому-то подсесть вот я сидел мужчина разговорчик вот сам не стал спать я уставший был даже хотел помолчать что дымя редкость он не стал спрашивать куда летите там а что она долго я в русском леров на конференция что за конференция о да там о чем занимаетесь я ему сказал ой да интересно на нам нужно тоже вот сайта вот это то 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 наши клиенты да я думаю фактически вот надо быть всегда готовым потому что вот если я скажу что да вот рядом сидит ваш специальный клиент или вот его e-mail есть вот может ли вы очень емко коротко написать что-то такое или мне сказать что ему надо рассказать да вот что что о классно хорошо что россии порекомендовал такую компанию если скажу что это дата но это очередной магазин который торгует как все остальные ни о чем будет правда жизнь насыщенная должна быть на самом деле это тоже плюс когда вот что-то есть такое когда не день сурка да а что-то происходит интересное вечно важно а